всем привет девчонки добро пожаловать на мой новый влог и что может быть прекрасней чем вкусный завтрак что может быть вкуснее салата оливье еще и с хлебушком еще и с кофем и конечно же небольшой десертик в общем всем приятного просмотра давайте начинать новый влог девчонки мне опять тут дилемма короче это жесть этого больного человека не парф маньяка косметика маньяка и все вот отсюда короче мне заканчивается мой любимый карандаш от рилуи для губ в оттенке 009 получается и всегда думала что 06 что я показываю и все у нас больше рилуи не продают вот он верхний посредине вот вот этот вот блин расфокус так пришлось принести штатив вот этот вот походу у меня стареет телефон мне кажется плохо фокусирует когда я показываю какие-либо сводчи короче давайте еще раз его за сводчем прям чтобы было видно сейчас я поближе лампу здесь опущу чтоб прям видно было давайте вас подвину вот он вот он вот он такое даже жалко его тратить на сводч он не знаю он идеально но он не нюдовый он скорее холодный розовый что ли короче не знаю где мне взять похожий карандаш опять я достала все свои карандаши и ни один на него не похож что более персиковыми на камере кстати вот эти очень похожи это это по моему никс который нюд пинг наверное вот этот но на самом деле очень более яркий да это он он такой более персиковый прямо ну и ни одного короче не нашла у себя ни одного я уже говорила все какие-то коричневые какие-то ой я включила свет мне кажется так лучше кстати вот этот тоже выглядит похожим но это все равно видите более темный этот прям какой-то я даже не знаю как объяснить у меня даже вот такой вот есть вот видите его даже не видно как я могла такую купить я не знаю это essence в оттенке романс романтик такой же как у меня есть помада ну ладно помада но зачем я купила такой карандаш есть просто это какой-то консилер на самом деле он просто цвета консилер вот ну и можно чисто высветлять какую-то более яркую помаду не знаю зачем я купила этот карандаш о чем я думала достала все какие-то свои никсы еще мне тут есть новые с алиэкспресс я заказывала такие фуфлыжные оттенки на самом деле выглядит вот так просто супер по свотчем на алиэкспресс выглядели просто супер по факту один из них вот этот вот просто оранжевый просто оранжево-рыжий а другой даже не помню где а вот этот вот но что-то типа нюд беш от никс который у меня сейчас на этой квартире нету ой-ой-ой так так затесался для бровей помните вот эти карандаши еще мне была целая армия заказывала на ebay там на штук 12 было до сих пор у меня есть это видео иногда его люди смотрят хотя но старое при старое дело с очи какие эти карандаши все-таки клёвые им столько лет с ними ничего не случилось они просто супер пигментированные быстрите даже такой есть но они все темные здесь из нюдо только вот такое это он вот такой супер тоже коричневый ой нет это и даже не он это какой-то другой но этот просто коричневый значит его не сводчила теперь мне такая дилемма где мне найти такой карандаш казалось бы например вот этот сатин маф от essence который все раньше любили сейчас наверное он уже не продается вот по моему он да вот это он ну цвет пыльной розы ну вроде тоже что и нужно но ведь совсем не то видите подтон какой здесь подтон если приближаю все вообще нет фокуса неужели пора на покое моему телефону очень не хочу снимаю на него потому что на новом мне вообще не нравится камера и даже перестала фоткаться короче как зависит все это вот новые мне вот такой вот от от xiaomi а я снимаю вот этот huawei и больше нет ни одного huawei который поддерживает google в общем наши дни в нашем мире все супер стрёмно супер странно меня все иногда бесит а здесь фотки и видео вообще получается мне не нравится поэтому я даже не фоткаюсь просто не фоткаюсь ничего не выставляю инстаграм потому что мне не нравится здесь фотки а этот телефон как бы не всегда с собой ношу потому что у меня чисто для съемок и монтирую тоже на нем потому что мне привычнее на нем все делать короче куча каких-то каран также у меня заканчивается и вот этот но вы видите вот я их бок о бок юзаю пользуюсь поэтому они так у меня одинаковые закончились значит я наношу я уже сто раз говорил сначала этот потом вот этот в миксе у меня получается идеальный цвет губ который я бы вообще хотела ну не как даже помада просто как будто свой цвет вот и все которые я покупала похожие на этот тоже не знаю такие оказались какие-то ну в жизни на сводчих одно а в на губах может быть совсем другое оказались этот очень восковой вообще и ну прикольный цвет но такой более холодный и сложно для губ все-таки должен быть помягче нет но я пользуюсь вообще это для бровей карандаш я уже рассказывала что у меня такой бизик есть но это тоже для бровей вен собой и оттенок 01 кстати у них там 02 тоже хороший оттенок в итоге скорее всего буду покупать такой ну такой хотя бы можно найти хоть он стоит где-то 6 евро или 7 за карандашик но он хотя бы есть в продаже а этот все чуть и мистер и луи какой-то другой там бренд теперь люкс визаж что ли там карандаши все либо персиковые либо какие-то красные в общем такой карандашик мой не найти мне но будем искать вот чем нет собственно занимаюсь на досуге разбираю карандаши девчонки включилась чтобы немножечко с вами поболтать хотела рассказать такую так немного трясу рукой извиняйте звонит мне супруг и рассказывает сейчас в общем кто смотрит меня знаете что мы переезжаем и у нас сейчас много всяких заказов мебель и понятно дело что-то на почту приходит что-то приходит с курьером заказывать с курьером это просто не знаю это такая волокита как вообще все это работает не знаю в общем приезжает курьер просто вот должны были доставить вообще вчера приезжает сегодня им просто звонит супругу и говорит я подъехал забирайте ну как бы же человек на работе он говорит приезжайте на работу нет не поеду это не моя территория не моя адреса ладно ждите 10 минут сейчас подъеду нет 10 минут ждать не буду говорит типа мне другие другие заказы меня ждут люди говорит ладно 5 минут подождете 5 минут жду и уезжаю ну а как тогда то есть человек должен целый день сидеть дома получается и ждать вот эту посылку это просто дикость причем это не первый раз вот курьер у нас вот так вот звонит и горит либо у нас вообще приходит смс к там придет там вообще например придет с 8 до 8 сиди жди целый день и звонят в 12 говорят сейчас через 15 минут привезем а у кого нет машины например да или если товар большой или там например кровать какой-нибудь если я дома например я же ее никогда не приму и ничего нужно же там как-то грузчиков нанять то есть нет какой-то такой четкости ладно вот икея мы заказывали языке и там как-то все четко они сразу определили можно выбрать время когда вам удобно что было доставка и не прям по времени привозят и там даже у них входит в цену доставки до пятого этажа самим донести хотя мы нанимали грузчиков но не пришлось как бы это оказаться входило в цену так только до подъезда доставляют это просто дикость и супруг был в шоке говорит я хотела ему морду набить ну говорит он уже был какой-то побитый видно может уже кому-то не понравился но это просто дико как это работает смысле а если человек вообще в этот день за городом если например посылка должна приехать была вчера а на следующий день уже там я уехал в другой город по делам например или как-то я помню у нас потерялась посылка причем такая большая матрас был и там техника бытовая мы заказывали в общем посылка во первых разделилась на две части еще и потерялась мы сами звонили на почту узнавали и потом мне просто звонит мужчина и привез мне а я дома как бы такая одна я выхожу он открывает мне фуру свою и говорит забирайте я как бы смотрю на него сквозь чуть ли не сквозь слезы такое офигевшие у меня такое состояние говорю может вы хотя бы поможете мне это не до подъезда никуда у нас на парковке машина стояла игры давайте хотя бы запихаем просто в багажник ну просто никак другой ситуации не было никто мне не мог помочь в этот момент и он просто скрипя зубы помог мне этот матрас двуспальный матрас мне одной тащить это просто он помог мне его как-то это но он конечно же был скрученный по моему сложные два раза был но все равно и коробки там было сразу чайник мультиварка там что-то куча всего было давно было уже несколько лет назад и просто он таким видом помог мне но это дико это дико они должны быть вежливые они должны во первых ты услугу оказываешь ты курьер ты должен быть вежливым ты договорись когда человеку удобно либо тогда пусть будет на выбор когда человек может сам сразу как записываешься как в посольство записаться за три месяца запись записывается вот какого-то там августа в 1305 и не позже и не не раньше тебя не пустят не позже не раньше вот вот четко пришел твой фамилию назвали ты зашел вот так же пусть с доставкой тогда так будет это просто это кстати про сегодняшнюю ситуацию это фирма dpd я не знаю довольно известная она в принципе ну как бюджетная у нас в принципе все стоят примерно одинаково хотела поделиться мне кажется интересная история напишите сталкивались ли вы с чем-нибудь таким вот именно курьер бывают курьеры вот прямо в домофон звонят ладно если меня дома нет в другой раз привезу а если меня в другой раз не будет еще горит нет ждать не буду просто он еще как бы так отвечал грубо то есть он не шел на какой-то компромисс или вот как тут только так выходи забирай то есть если я знаю что мне должна прийти посылка и должна целый день дома сидеть либо не рабочие только люди могут заказывать что-то с курьером из доставкой то есть все время дома находиться вышел магазин все просрал свою посылку вот очень странно очень странно вот хотела поделиться девчонки кто мне смотрит знает что я люблю такое молоко но хотел рассказать вам вот такое конкретно где нет сахара и чисто миндальное вообще не зашло не знаю ну вообще не понравилось потом мое любимое это almond и коконат там по-моему чуть сахара есть вот она тоже прикольная но решила попробовать ванильная короче ванильная просто супер классно соевое ванильная и чисто в кофе здесь тоже конечно же есть сахар в составе даже давайте посмотрим сколько то есть кальция вон сколько так сахара 68 грамм на 100 короче я добавляю себе в кофе либо вот инку напиток и не слащу и получается довольно таки сладко не очень сладко но отдаленно так сладенько и ванильненько короче мне очень нравится дальше пробовать другие тоже как-то так а еще не подсела на вот такие вот кофе три в одном грубо говоря всякие капучино вот мне очень нравится именно вот это аист кофе похоже на чем-то даже на какао оно такое куда шоколадное я добавляю много молока и не знаю конечно же это очень не крепко и вообще ребенку начала такое покупать и потом сама втянулась и начала постоянно пить ну да это вкусно ну это на любитель это очень слабенько это так знаете что-то похлебать во второй половине дня такое это конечно же ну не кофе но надо мне заканчивать с этим потому что сахара здесь просто дофига в одном вот таком пакетике сахара 8 с лишним грамм если говорят что норма дневная 12 грамм то есть убивая вот такую одну практически всю свою норму сахара за день а если еще хотите меньше сахара потреблять и утром кофе с сахаром попили еще и конфетку съели я не знаю но это чисто для тех кто конечно же боится толстеть некоторые вообще от сладкого не толстеют я не знаю мне кажется от сладкого я от одного вида могу но все равно у меня все время есть в доме какие-то печеньки какие-то конфетки если этого нет то это будет срыв это захочется так есть я одну не могу себе позволить там в какой-то период дня с кофем и ок если этого себе не позволяет то это будет зажор просто бесконечный в общем решила пока с этими паузу сделать то что увидела сколько там сахара не за счет как-то внезапно начала их резко пить вот и решила попить инку без сахара все-таки надо надо себя как-то немножечко ограничивать и итак девчонки смотрите как у меня сегодня обед натертый кабачок цукини немного сыра добавила вообще в рецепте там было такое как плавленый срок дружба который натертый на терке но у нас такой просто не продается он либо обычный сыр тертый либо совсем плавленый жидкий вот немножечко сыра и яйцо целое цукини потерла и у меня получилось на самом деле три лепетки вот еще две в сковородке осталось я продолжаю поедать кабачки и цукини просто мне немножечко надоели они в том виде в котором я последние несколько месяцев их ем решила приготовить их так да немного более жирно конечно за счет сыра но я думаю это будет вкусно и в принципе полезно я на капле масла буквально обжарила за счет сыра все это быстро схватывается здесь нет ни муки ничего даже я человек который ненавижу вообще жарить не блины не оладьи не котлеты ничего что нужно постоянно переворачивать и стоять у плиты ты просто не сырники мне вообще-то тяготит и не знаю но получилось перевернуть очень даже быстро и просто короче сыр расплавился в общем я буду сейчас пробовать добавлю сметанки прямо довольна вообще увидела рецепт где-то на фейсбуке что ли или в инстаграм не помню уже и там было то же самое только в духовке на пергаменте такие лепешки она выкладывал там минут 15-20 но мне нет времени сегодня на духовку поэтому решила короче поджарить в общем то потом напишу когда буду монтировать было ли это вкусно либо надо чего-то добавить вот так что сезон кабачков у меня давно открыт но он мне будет продолжаться девчонки я хотела показать вам брови я не знаю мне кажется или реально это работает но скорее всего работает не вот это вот штучка да вот люкс визаж а кто мне смотрит знает что я пользуюсь вот такой вот штукой никотиновая кислота уже у меня тут все замиксовано на самом деле это ну как бы для волос написано но что хочу сказать мне писали что надо быть аккуратно да аккуратно надо быть всегда и во всем вообще с любыми веществами которые мы наносим на себя как внутрь так и снаружи она у меня вот здесь вот прям какой-то такой подшерсток прям начал расти знаете хотя после использования вот этой штуки брови кожа прямо шелушатся я прямо беру не жалея себя вот такую штуку довольно грубая у меня и я прямо вот так вот счёсываю все эти шелушинки убираю и мажу вот этим вот ну аля маслица наверное не знаю oil mix с витамином f питание укрепления рост масло бальзам но эта штучка мне тоже очень нравится на бюджетная но хорошо брови увлажняет как раз после использования именно такого чего-то кислотного ну конечно если наносить именно на голову то мне кажется может прям перхоть появится что конечно не очень прикольно но и на ресницы конечно не рискну тоже именно кислоту наносить но на брови я вот так прям пальчиком я капаю в крышку она жидкая как вода просто капаю в крышечку беру чуть пальчиком и вот так вот прямо втираю в брови три раза в неделю несколько раз пропускала но в целом я где-то ну раз раз сколько раз восемь девять наверное я уже наносила и я реально вижу результат возможно это потому что я покрасила свои брови и сейчас вот эти волосики которые были светлые тоже покрасились но меня камера настолько не делает зум чтобы вам именно показать что вот здесь вот у меня вот никогда уже не росло волосиков и сейчас они такие коротышки прям начинают здесь вот расти короче буду дальше наблюдать и держать вас в курсе я совершенно не накрашена я только что пыталась но потом вдруг я поняла что моя кожа сегодня совершенно не готова к макияжу и я все стерла собственно и пойду сегодня не накрашенная в общем такое тоже бывает вот такой апдейт про брови хотела вам сказать это просто Так, девчонки, не лучший ракурс, не лучшее освещение, я почти не накрашена, и, в общем-то, как-то так. Что я включилась? Я хотела вам опять-таки рассказать про палетку. Я ее показывала мельком в распаковке. Это Revolution. Палетка называется Forever Flawless. Она уже не новая. Возможно, у кого-то из вас уже есть. Напишите, кстати. Не знаю, как я раньше проходила мимо нее. Если вы любите нюдовый макияж, я считаю просто. Это просто, не знаю, палетка на все случаи жизни. Конечно, у меня сейчас не идеально передаются цвета, и камера съедает, но здесь идеальная растяжка оттенков. Мне кажется, не хватает здесь черного. Я очень люблю черные оттенки в палетках, потому что я делаю ими стрелки. Здесь самый темный оттенок. Это вот такой вот темно-коричневый. Но иногда мне кажется, что он недостаточно темный, хотя очень, в принципе, темный. Не знаю, качество. Очень люксовое у данной палетки. Я вообще не понимаю людей, кому не нравятся тени Revolution. Мне кажется, у них просто суперские тени. Матовые, просто шикарные. Не знаю. Я фанатею от этой палетки. Я прям получаю офигенное удовольствие. Здесь очень большое зеркало, то есть удобно можно вот так вот краситься. Здесь очень много переходных оттенков именно матовых. Но они все нюдовые, все они нежные, много коричневых, много именно каких-то даже типа талповых оттенков. Есть розовенькие, есть бронзовые, есть слегка рыжеватые. Я не знаю, это просто палетка мечта. Как я раньше без нее жила, я не знаю. Это, опять-таки, на те дни, когда вы очень хорошо передаются на мою суперсухую кожу, а на какой-нибудь праймер, так вообще супер. Вот если, например, вы едете куда-то в поездку. Вот вы взяли одну палеточку, хотя она довольно-таки увесится за счет того, что здесь вот это вот железное. И больше вам не нужны никакие, в принципе, тени. Здесь есть все, что нужно. Revolution молодцы. Не знаю, закос ли это на Denon или нет, которая Glam. Мне кажется, там больше, более, ну, по сводчам в интернете, опять-таки, более, как сказать-то, как это называется, более металлические тени. Здесь вы не найдете супер-супер каких-то прямо металликов, вырыли глаз. Здесь тени такие повседневные, они такие лощеные, они такие более сатиновые, чуть металлические, переходящие. В общем, не знаю, есть ли смысл показывать сводчи, я думаю, можно это в интернете найти. Есть здесь парочка оттенков, просто я в восторге. Ну, я люблю такие, просто вот этот вот, вроде золотой, вроде и серебряный. Смесь золотого и серебряного. Не знаю, я, наверное, не буду вам делать какие-то отдельные сводчи, просто хотела поболтать, да, освещение такое себе. Поэтому хотела уделить немножко внимания этой палеточке, просто шикарная, шикарная палетка. Мне нравится, что такая упаковка. Вроде и компактная, вроде и довольно качественная, вообще не могу ни к чему придраться. Все просто сделано, просто высший класс. Честно, честно, честно. Я очень довольна. Не знаю, выпускают ее или нет. Я как-то нашла ее совершенно случайно. На Натина просто. Она даже выглядела как-то невзрачно сначала мне. Ну, палетка и палетка таких миллион, как бы, да. Ну, я просто бесконечно рада, что у меня есть. Это не что-то вау, это не какой-то там мега гламур, знаете, там какие-то супер сияшки, топеры, блестки. Это чисто рабочая лошадка. Это повседневная палетка. Ну, конечно, здесь можно сделать и классные смоки айс, потому что здесь много глубоких оттенков. Камера не передает. Очень красивый здесь бронзовый, например, оттеночек. Надо мне, кстати, с ним что-нибудь придумать. Давненько я не делала бронзовый макияж, когда, если не летом, в принципе. Вот. Так что, не знаю, прямо, если любите тени, советую присмотреться. Здесь много цветов, здесь много матовых. Нет ни одного провального оттенка, на мой взгляд. Ну, единственное, может быть, я желтый не очень люблю. Просто это мое личное такое предпочтение. Красивые, холодные, переходные, более теплые есть, матовые. И за то, что вы получаете, за качество, за вот эту упаковочку, за зеркало, за все вот это я заплатила, по-моему, 11 евро. Не знаю, вообще просто крутяк. Просто моя новая любовь. Конечно, это не круэлла. Но круэлла это отдельный разговор. На самом деле, здесь все рабочие лошадки. Круэлла такая палетка, она не для всех. Там не все оттенки прям суперносибельные. Там много блесток, там много серых. Это многие не любят. Здесь это не холодная палетка, чтобы вы понимали. Я уже 5 минут говорю вам. Это нейтральная палеточка. Здесь есть чуть-чуть более холодные, сероватые, но и также теплые. Но не суперрыжие. То есть это самое нейтральное, что может быть. В общем-то, просто обожаю эту палетку. Итак, девчонки, включила камеру. Мазалась кремом и хотела просто вам сказать, насколько я подсела вот на этот крем. Что у меня уже в корзине лежит еще один. Думаю, надо купить. Хотела купить и вечерний, и ночной. Но он распродан на Натина. Но куплю хотя бы дневной, насколько же он мне понравился. На самом деле, у них там есть прямо куча всяких кремов. И 40+, и 50+, и 60+, и 70+. Не знаю, думала. Но раз уж мне понравился именно этот. В общем, линейка вот такая. Everline Prestige 24К. Snail и Кевер. И Luxury Intensely Firming Anti-Wrinkle Cream. Для mature skin и для чувствительной. Короче, это просто. Сколько я его использую, не знаю, около недели. И посмотрите, сколько у меня его нет. Просто такая уже ямища. Но я не знаю. Я его даже на ночь наношу. Понятно, что не стоит. Здесь вроде как SPF. Да, если он дневной. Не знаю точно. Так, не помню. Насчет SPF. Короче, неважно. Посмотрите на Nantino. Он стоит около 6-7 евро. Упаковка, насколько я понимаю, здесь стеклянная. То есть, как в люксовых каких-то кремах по 80 евро. Не знаю. И содержимое мне очень нравится. Он прямо такой идеальной консистенции. Как бы вам это показать. Он не супер водянистый. Не супер плотный, жирный. Он прямо то, что нужно. Такое, знаете, после него лицо такое, как подтянутое. Прямо как будто здесь, не знаю, силиконы какие-то, может быть, в составе. Может и есть, не знаю. Но после него я очень хорошо ощущаю свою кожу. Вот даже сейчас вот намажу на лицо, чтобы не тратить драгоценный крем. Корейский уход тоже все пользую свой. Но, честно, я не знаю, мне надоел уже он. И просто хочу его уже поскорее добить. Я уже отказалась от тоника. Пользуюсь только вот эмульсией. И пользуюсь серумом. Конкретно под глаза наношу. Мне очень нравится его именно под глаза наносить. Потому что он такой водянистый. И долго я ощущаю, прямо когда дома нахожусь, ощущение именно влажности под глазами, что мне очень нравится. Так что, вот, попробуйте этот кремчик. Ну, кто не брезгует дешевыми кремами. Я хриплю, потому что только проснулась. Занимаюсь уходом. Нанесла тут все свои сыворотки на брови, про которые вам рассказывала. Вот, и сейчас после нанесения на брови, вижу, что они у меня покраснели. Я так нанесла сегодня конкретно. Но через некоторое время я нанесу на них... Давайте я покажусь, наверное. Меня прям покраснели. Я прям сегодня так обильненько нанесла. Но я вскоре нанесу вот эту штучку. Чтобы подуспокоить кожу. И, в общем, все вместе, мне кажется, прямо реально-реально работает. Опять-таки я пыталась вам заснять, что растут вот здесь вот наверху. И вот здесь вот внизу. Но у меня почему-то нет такого зума и ужасно грязное зеркало. Все, буду отключаться. А также не перестану нахваливать вот эту штуку. Вот немецкого вот такого вот бренда. Как его? Шаэбэнс. Такой вот. Кстати, нанесла сейчас и на губы. Это ведь все-таки для глаз. Под глаза, короче, и для губ. И я все время наношу под глаза так тоже обильненько. Сейчас нанесла на губы. Здесь же коллаген. И прямо насколько приятненько. У меня прям губы прям как разгладились. Короче. Не знаю. Здесь пантено. Жожоба и Ку-10. Короче, это просто супер вещь. Жалко, что у нас она не продается. Маша мне прислала такой некий запасик. В общем, я, можно сказать, немножечко экономлю. Но классная, классная вещица. Если у вас есть, просто попробуйте. Я думаю, что это не очень дорого. И, в общем-то, такого саше, или как оно называется, вот такого вот пакетика, мне хватает довольно надолго. Не обязательно делать каждый день. Ну, когда я ощущаю, что у меня прям такая какая-то сильные морщины, такие прям уже возрастные, от которых в зеркало не хочется смотреть. Я прям так сильно наношу. И мне становится легче. Даже морально. Что я что-то делаю, что я увлажняю. И мне как-то, знаете, немного легче. Вот. И на этом у меня пока что всё, девчоночки. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю добра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok